Привет всем, с вами я Михаил, сайт обзор CKUA. Напомню, что данный урок выходит при поддержке научно-производственного объединения LAT, лидера в области вакуумно-плазменных технологий. Им отдельное спасибо, а мы с вами в сегодняшнем уроке продолжим рассмотрение скульптинга и начнем рассматривать кисть пул или оттиск. Активируем наш объект, активируем кисть. И технически эта кисть производит смещение точек каркаса нашего объекта в направлении нормалий, исходя из положения нашего курсора. С помощью этой кисти мы можем производить снижение или поднятие поверхности. Ну и собственно с помощью вот всех этих инструментов мы сможем впоследствии придавать поверхности объекта те очертания, которые нам необходимы. В свойствах кисти мы имеем следующие настройки. Сеттинг, фаллов или ослабление, штамп, симметрия и стенсил или шаблон. На примере этой кисти мы разберем все настройки, поскольку в других кистях они схожи. В первой вкладке мы имеем базовые настройки кисти. Связка размера, связка жесткости, связка симметрии и далее настройки самой кисти. Соответственно диаметр и жесткость, настройка равномерного штриха, промежутки режимов рисования, создания и инвертирования. Если мы наведем наши кисти на объект, то выглядит она вот так. Основной круг это размер кисти, а линия изгиба это фаллов или ослабление. Изменим наш вид, добавим разделение, пусть их будет 4 и попробуем нашу кисть. Давайте для большей наглядности изменим наш вид, приблизим и проведем нашу кисть. Проведя кистью в любом месте мы получаем оттиск с настройками по умолчанию. Вернем назад и если мы удерживая клавишу Ctrl будем ввести, то получим вдавливание. Мы также получим вдавливание, если активируем в настройках функцию Inverted. Управлять размером кисти и жесткостью можно с помощью колесика мыши или средней клавиши. Удерживая колесико и введя вверх, мы увеличиваем жесткость. Удерживая колесико и провести в сторону, мы увеличиваем размер. Ну и безусловно удерживая клавишу Shift, мы можем сгладить нанесенный ранний штрих. Рядом со слайдером кисти имеется кнопка под меню, где мы можем дополнительно настроить свойства нашей кисти. Доступные здесь параметры это соответственно давление пера, наклон, направление с прокруткой, вращение пера, направление штриха, дистанция, мышц с прокруткой и случайная. Настройка каждого параметра дает соответственно другие результаты. К примеру, если мы активируем Drawf Direction или Distance, то получим интересный результат. Как вы видите, наш штрих имеет уже другую форму. Вернем назад и также деактивируем настройку кисти. И идем дальше. Параметр Space или промежуток. Управление данным параметром в режиме Freehand получим не линию, а отдельные сегменты. Правда, для таких сегментов нужно иметь достаточно хорошее разрешение или много полигонов. Давайте добавим разделение, к примеру, 5 и 6. Выставим на 100%. Уменьшим немного кисть. И вот что у нас выходит. Ну, в общем, тут каждый может поэкспериментировать и добиться того, чего ему надо. Вернем назад. И на примере такого рисования следует сказать и о вкладке Falloff. Перейдем на нее. Этот график показывает сглаживание от центра кисти к концу. Давайте вот нарисуем. А, к примеру, если мы добавим здесь точку и переместим ее куда-нибудь. Ну, к примеру, вот так. И попробуем, что вышло теперь. Вот что мы получаем. То есть, управляя вот таким значением Falloff, можно также достигать интересных результатов. Для того, чтобы вернуть график в исходное состояние, достаточно нажать Res. Вернем назад. Следует также сказать и о настройках режима просмотра. Думаю, практичнее всего использовать вот этот по умолчанию. Он Surface. Поскольку индикатор кисти будет плыть по рельефу нашего объекта. Вкладка, к примеру, Symmetria позволит при активации необходимого параметра производить действие симметрично. К примеру, если мы активируем какой-либо из параметров, пусть это будет XZ, и попробуем что-то нарисовать, то получим симметричное отображение нашего первоначального штриха. Вот так это выглядит. Давайте вернем назад. Деактивируем. И довольно интересная вкладка штамп. Если мы его активируем, то получим возможность загрузить изображение, контуры которого будут повторяться нашей кистью. Давайте его загрузим. К примеру, вот этот вот шаблон. Тут же в настройках в самом низу отображается миниатюра нашего изображения, а с помощью всех доступных параметров мы можем управлять самим изображением. Давайте вернемся на вкладочку Setting и активируем Space. Buildup выставим на 100 и давление кисти увеличим. Ну пусть. Вот так. Пробуем, что у нас получается. Как вы видите, загруженный нами рисунок повторяется нашей кистью. Давайте вернем назад. Тут также полезно поэкспериментировать с Draw Mode. Если мы изменим Freehand, к примеру, на Draw Rectangle, то смотрите, что будет происходить. Мы ведем мышкой и можем задать положение нашему рисунку. И не только положение, но и его размер. А изменив режим на Drag Dubs, мы можем выбрать место для нашего рисунка. Нажав мышкой, мы выбираем, где наш рисунок будет находиться. Давайте вернем назад. Вернемся на вкладочку Штамп и посмотрим, что мы можем делать здесь еще. К примеру, параметр Gray Value. Он определяет, что является одной поверхностью, а что другой. Когда он установлен в ноль, это означает, что то, что черное на нашем рисунке, является поверхностью нашего объекта, а то, что белое, будет генерироваться на поверхности объекта. К примеру, если мы изменим его на единицу и попробуем, вот что у нас выходит. Давайте вернем назад. То есть, проще говоря, он просто инвертирует процесс. Для поверхности также можно использовать готовые пресеты. Идем на вкладочку Пресет, Скульптинг, Скульпт Брашес, к примеру, Нойз. После выбора необходимого нам пресета, необходимо два раза кликнуть, и он автоматически загрузится в нашу миниатюру. Если мы попробуем сейчас нарисовать, то получим вот такую вот текстуру нашего пресета. Давайте вернем назад. Здесь мы также можем управлять другими свойствами нашего изображения, то есть, к примеру, вращение, отразить по иксу, отразить по икру, follow это следовать за кистью, useFollow дает нам вот такой вот результат, showDept, мы можем посмотреть глубину нашего изображения, так вот оно выглядит, и функция Enclose сжимает изображение относительно кисти вот таким вот образом. Думаю, с этим все понятно. Деактивируем наш штамп, и перейдем к последней вкладке, это вкладка Шаблон. Данная функция позволяет поместить изображение в окно редактора над объектом скульптинга. Изображение можно вращать, перемещать и масштабировать. Давайте загрузим его. К примеру, пусть это будет вот это изображение. Оно сразу отразилось в миниатюре и появилось на нашем экране. В данный момент при использовании кисти и ее перемещением над заданными участками изображения происходит фактическое отражение этих участков на поверхность объекта. Если мы попробуем сделать это сейчас, то вот что мы получим. Наше изображение фактически отразилось. Давайте вернем назад, деактивируем шаблон и подытожим. Оперируя лишь одной только кистью оттиск, мы можем сделать на самом деле очень много. Мы можем задать текстуру нашему зубу. Манипулируя свойствами только нашей кисти, к примеру, давайте увеличим давление, мы можем произвести вдавливание поверхности, выдавливание поверхности, мы можем прорисовать каналы и произвести еще множество полезных действий. Надеюсь, что в общем работа с этим инструментом понятна. Понятно и то, что полученные знания необходимо закрепить собственными экспериментами для достижения каких-либо интересных результатов. Поэтому данный урок я буду заканчивать, а в следующем уроке мы приступим к рассмотрению других кистей. Напомню, что данный урок выходит при поддержке научно-производственного объединения LAT лидера в области вакуумно-плазменных технологий. Им отдельное спасибо, а вам всем желаю удачи в собственных проектах, следите за нашими обновлениями и оставайтесь с обзором CKUA.